Охотничий домик Баташовых, памятник, являющийся памятником архитектуры 18 века, сгорел в Иксе. До 2012 года это здание использовалось как стационар местной больницы, но больницу закрыли, а дом просто забросили. Местные власти им не занимались, инвестора не нашлось, домик постепенно приходил в упадок, и вот он сгорел. Сегодня ночью сгорела крыша, все чердачные, все, значит, то, что крышу держат, какие-то строения определенные, они все были деревянные тех времен, вот, горит как порох, это, значит, за 10-50 лет, и большая часть внутренних переборок. Там были хорошие деревья, до сих пор, что самое странное, они украли деревянные полы, доски прям были сухие, и, соответственно, и перекрытие непосредственно, вот они все, видимо, полоснули. Как факел, вот, не то, что там внизу горело, и сверху, вот, как факел. Пожар начался где-то полвторого ночи. Утром я сюда подъехала, полвосьмого, пожарные стояли, крыша горела во всем. Ну, уже там тушили, дым сильный, и они уехали вот только где-то час назад. Он еще клеит. А, стоп, а это горит, а не клеит. Раздувает ветер. Вот балки деревянные, балки раздувают. Сейчас, я так понимаю, это по-прежнему объект культурного наследия, да? Да. Он находится в реестре, он записан, как объект культурного, притом объект культурного не в Иксунского наследия, а в Российской Федерации. Памятник культуры. Очень жалко, что погибло. Это здание говорили, что многие хотели купить, но это здание никому не продается, и в итоге вот что. Более-менее оно поддерживалось вот в таком нормальном состоянии еще до революции. Но после революции ни одного капитального ремонта, ну так, где-то там марафетили, где-то что-то там подмазывали, чтобы сохранять какую-то видимость. Ну, а это явно, значит, поджог, потому что здесь ни электрических, никаких ничего нет. А так было, здание еще нормально подлежало какой-то реконструкции. Можно было его еще облагородить и восстановить. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. По чьей вине сгорел памятник культурного наследия не установлено. Продолжение следует...